Прохладные комнаты Затем, что вера из желанья верить И глупо не довериться мечте И я зажгла свечу И я открыла двери В прохладной комнате В прохладной темноте Знакомьтесь, это поэт Светлана Машевич Ее стихи часто сравнивают с поэзией Серебряного века Она будто пришла к нам из другого времени Чтобы рассказать о чем-то важном Все ее творчество, впрочем, как и жизнь Окутаны флером загадочности И в ту же минуту полны конкретных земных вещей У меня есть еще один дом в Снежинске У меня есть живой любимый кот Там у меня не только кот живет, еще и муж Тоже любимый И в Снежинск я приезжаю, чтобы писать стихи Это моя нора Там мне очень хорошо пишется Я там прячусь от людей И пишу стихи И это не удивительно Ведь более таинственного города, чем Снежинск На карте нашей Родины сложно отыскать Уральский закрытый городок Между Екатеринбургом и Челябинском Название которого долгое время находилось под грифом Совершенно секретно из-за ядерных производств Он-то и стал Родиной для нашей героини Ой, вы знаете, это самый-самый необыкновенный двор на всем свете Это двор, где прошло все мое детство В этом дворе мы жили большой-большой семьей Папа, мама, бабушка, четверо детей Для Светланы ее малая Родина Это не только источник вдохновения Но и самозабвенного служения Для жителей города Снежинска Она создала в 2017 году гимн Высоко оцененной Российской Геральдической палатой Но давайте снова вернемся в Москву Которая для Светланы Машевич Не менее близка и дорога, чем Снежинск А в Москву я приезжаю для того, чтобы встречаться со своими друзьями И вести очень-очень активный образ жизни Потому что без этого поэту сейчас совсем никак нельзя Необходимо заниматься продвижением своего творчества Я провожу вечера, встречаюсь с коллегами И вместе с коллегами мы ездим на ассамблею слова и дела Стихи Светланы Машевич давно знают любители поэзии по всему миру Например, ее поэзия хорошо известна в Болгарии Куда она ежегодно приезжает на литературную ассамблею слова и дела Мероприятие проводят Московская городская организация Союза писателей России Санаторно-оздоровительный комплекс Камчия И Общество писателей в Варне Своим студентам в США Бывшая одногруппница Светланы Нона Часто читает ее стихи Как образец современной русской поэзии Дар, которым она восхищается С самого первого дня знакомства В ней изначально угадывался гениальный поэт И он состоялся В стихах Светланы Машевич Весь окружающий нас мир С его огромным культурным наследием И в этом мире Прозерпина и Медея Соседствуют рядом с котом Васькой У теплого камина И это все гармонично Как изначально гармоничен и прекрасен наш мир В то время как другая подруга Светланы Из родного Снежинска Ольга Сравнивает ее творчество с классиком Серебряного века русской поэзии Борисом Пастернаком Она пишет, наконец, об отношении к миру за окном Об их разговоре человека И мира И об отношении природы к ней К лирической героине О нашей вписанности в эту систему бытия И пусть у нее часто звучит проблема одинокости Именно одинокость Одиночество человека Есть надежда Как тут не вспомнить известные слова Александра Пушкина о том, что писателя должно судить по законам им самим над собою признанным Думается, что и поэты здесь не исключение Какие же законы признает над самим собой поэтический мир Светланы Мир трепетный, порой мучительный И в то же время полный надежд Все готово к приему гостей Вот и они пришли, мои подруги Девочки, девочки мои пришли Девочки, заходите Наталечка, Наталечка Вторая, давай, вторая Привет, моя хорошая Привет, пристрою, пристрою сейчас Ну, ты привезла то, что обещала? Привезла Привезла Фотографии Это дедушка А это дедушка? Да, он прошел всю войну Он военный подполковник Какая ты здесь красивая Ты просто здесь смотри Вообще, на самом деле Вообще, на самом деле я блондинка А вот здесь почему-то так фотографию сняли Ну, темно Что я вот прямо как будто сейчас Вот мои темные волосы То есть у тебя свои волосы такие светлые Светлые, светлые А знаешь, вот угадывается, что ты будешь поэтом Вот угадывается, что у тебя такое лицо Вот одухотворенное Это я в Челябинском университете Когда училась в это время А это самая роскошная фотография Ух, какая прелесть Главный член семьи Ух, какая прелесть Это наш котик Как его звать? Чернышко На одно из стихотворений у меня получилась песенка Открыть глаза А в памяти, как в омуте бездонно Как в пыльном зеркале, когда ты за Ах, ягодка моя Ах, белодонна Наверное, зима Наверное, снег И под ногами снежная крупа Я не спешу Но как досталось мне И волчья ягода И волчья тропа Да, вот уж не ожидала Что так сильно разволнуюсь Это мой институт литературный Я здесь училась И столько-столько воспоминаний связано с этим местом Мы сюда поступили и были так сильно удивлены Потому что раз в день нас в литературном институте кормили Потому что наш ректор считал, что творческий человек Ну, хоть раз в день, но обязательно должен покушать Здесь у нас проходили мероприятия Открыта дверь Давайте зайдем О, в этом зале я его так хорошо помню Здесь проходили у нас творческие встречи Вечера В этом зале я читала свои стихи И такое чувство восхищения меня переполняло И так все было трепетно И такие у меня воспоминания необыкновенные Связанные с этим залом Ой, посидеть еще раз Конечно, я уйду Да я уже ушла Есть у меня и важные дела Не только глупости Не то, чтобы сама За легконогой мчусь Она веселье ищет Мне тихий смех почудился И шорох ее шагов у твоего жилища Вот и зашла Но мне уже пора Нельзя надолго же оставить без дозору Растрепанных пионов аромат Безделье гулкое И посреди стола Бумаг моих Неистребимый Ворох Светлана В принципе, да По жизни считаю Безоночкой И в подтверждении этих слов Еще одна любопытная история Очень интересная история Как я сюда поступила Я училась, наверное, в втором или третьем курсе И вот Все рассказывают, что надо же вступать в союз писателей Я думаю, ну, надо, значит, надо Нашла союз писателей Поднялась на второй этаж и хожу туда Выходит такой солидный мужчина Владимир Александрович Силкин И я у него спрашиваю Скажите, а где тут вступают в союз писателей? Он говорит, а вы что, пишете? Я говорю, да, пишу Он говорит, покажите Я ему показала свои стихи Материал был качественный Поэтому Других мы проводили приемные комиссии Так вот стопочки откладывали А тут все было, сложилось как надо Нашу московскую прогулку я предлагаю продолжить В Центральном клубе литераторов Пойдемте И спуститься в Нижний буфет Завсегдатаями которого являются небожители подвала Тут всегда шумно, весело Кто-то спорит, кто-то поднимает тост А кто-то читает стихи Этот подвал работал еще Десятки лет И здесь сидели знаменитейшие писатели Известнейшие во всем мире Интересно, что у тех, кто считал себя небожителем подвала Никогда не было членского билета Как же они узнавали друг друга? Очень просто По симпатичному маленькому значку А если серьезно То главным пропуском за столик к небожителям подвала Были их книги По праву вошедшие в Золотой фонд отечественной литературы К одному из таких метров мы и подсели Чтобы лучше узнать портрет этих легендарных героев Мы же мальчишки военного времени Мы знаем, что такое голод, похоронки Во время войны мать привезла меня с сестрой в Москву Все-таки ненадолго Правда И я помню эти воздушные тревоги Как все бежали в метро Там же в метро просыпались, засыпали Сегодня небожители подвала Собрались, чтобы отпраздновать 85-летие своего гуру Основоположника и зачинателя всех интересных дел Писателя Леонида Сергеева В сборнике «Небожители подвала» он с искрометным юмором Изобразил каждого из них Своя капелька славы досталась и юной красавице Светлане Как-то я сделал замечание Машевич За слишком легкомысленное одеяние Это была не просто короткая юбка А что-то вроде набедренной повязки Светка, ты оголяешься сверх всякой меры И, по-моему, вообще готова ходить голой А почему не показать, если есть что показывать? Победоносно усмехнулась поэтесса Кто бы мог подумать, что за всей этой легкостью И непосредственностью нашей героини Скрывается невероятная внутренняя глубина Это особенно остро ощущается в ее шестом поэтическом сборнике «Мидея» И как только попадаешь в водоворот эмоций героини древнегреческой мифологии Начинаешь по-новому понимать мир чувств современной женщины Для меня «Мидея» — это символ творчества И такой символ огненной творческой стихии Которая вдохновляет, собственно, всех творческих людей То есть дар творческого человека от «Мидея» Презентация этого сборника прошла в символическом месте для Светланы В Московском государственном музее Сергея Есенина Который, как никто, лучше чувствовал женскую природу Но сколько бы мы не рассказывали о нашей героине в этом небольшом фильме Ее стихи всегда поведают о ней гораздо больше Здесь вдоха нет лишь выдохом на волю Но вглубь земли пускает корни ствол Ужель, посаженный твоим веленьем Твоим веленьем будет срезан прутик Побег желанный в отроческий сад Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!